Довершие листы президенту Республики Беларусь вручают Надзвычайный и полномостный посол Азербайджанской Республики Республицы Беларусь Его экселенция Ульвий Вагиф Агли Бахшалиев Надзвычайный и полномостный посол Ливанской Республики Республицы Беларусь Его экселенция Шауке Бу Насар Нодзвычайный и полномостный посол Малайзии у Республицы Беларусь, его экселленция Бала Чандран Тарман. Нодзвычайный и полномостный посол Манголии у Республицы Беларусь, его экселленция Бацух Баяр Сайхан. Нодзвычайный и полномостный посол Павднева Африканской Республики у Республицы Беларусь, его экселленция Мзувукиле Джефф Макетука. Нодзвычайный и полномостный посол Республики Армения у Республицы Беларусь, его экселленция Размик Бртичевич Хумаран. Нодзвычайный и полномостный посол Республики Индонезия у Республицы Беларусь, его экселленция Хасе Антония Марата Таварес. Нодзвычайный и полномостный посол Республики Индонезия у Республицы Беларусь, его экселленция Алок Ранджан Джа. Нодзвычайный и полномостный посол Республики Индонезия у Республицы Беларусь, его экселленция Тарак Бен Салем. Уважаемые господа, позвольте приветствовать вас в городе-герое Минске, столице современного демократического государства, развитой экономикой, многовековой историей и самобытной культурой. Здесь издревле так было всегда рады гостям. Полагаю, многие из вас уже не понаслышке знакомы с нашей страной. Начало вашей дипломатической миссии приходится на период важных преобразований в Беларусь. Но речь не идет о глобальной смене приоритетов. Это, прежде всего, внутреннее дело нашей страны. Для обеспечения динамики дальнейшего развития белорусского общества, корректировки внутренней и внешней политики, в стране объективно назрела потребность к переменам. Сегодняшняя церемония проходит в год народного единства. Целями которого являются дальнейшая консолидация общества, укрепление его патриотических основ, сплочение многонационального белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости. Справедливость в международном межгосударственном взаимодействии и в проведении внутренней политики – это то, что Беларусь выстрадала всей своей историей. В том числе, в новейший период события, которые разворачивались и разворачиваются на ваших глазах. Сегодня Беларусь в приоритетном порядке намеренно выстраивает дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наш суверенитет и независимость. Уважают наш народ. С тем, кто готов развивать взаимодействие с нами честно и откровенно. Находясь на границе между Западом и Востоком, Беларусь, как никакая другая страна, понимает важность созидательной, объединительной, международной повестки и неизменно работает над ее практическим исполнением. Это касается и темы миграции, получившей в последнее время широкий резонанс. Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране государственной границы. Наша страна всегда была ответственным участником коллективных усилий по противодействию контрабанде, торговле людьми. Готовы быть таковыми и впредь, но только при условии уважительного к нам отношения, а не под давлением санкций и ультиматумов, тем более гибридных войн. Мы всегда были сторонниками взаимовыгодно-торгово-экономического сотрудничества со всеми международными партнерами и открыты к новым совместным проектам, включая самые передовые и высокотехнологичные. Беларусь очень ценит уровень взаимодействия со странами в Содружество независимых государствах. Нас связывают крепкие узы братской дружбы, которые, уверен, будут и дальше помогать нам углублять отношения, развивать торговлю и кооперацию по различным направлениям во благо наших народов. Говоря о связях с Азией, которая является экономически самым быстро растущим регионом мира, хочу особо отметить, что Беларусь и многие наши азиатские партнеры комплементарны в своем взаимодействии. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества со странами Африки, где у нас уже есть примеры успешной совместной работы, которые, убежден, будут приумножены. Беларусь может быть интересна как площадка для развития торговли со странами ЕАЭС и, прежде всего, с Россией, с которой мы реализуем амбициозный интеграционный проект, открывающий новые возможности для бизнеса в сфере науки и других сфер. Как серьезный промышленный хаб Беларусь может осуществлять выгодные поставки сельхозпродукции, горнодобывающей техники, карьерных, самосвалов, калийных удобрений, нефтехимической, фармацевтической продукции и других. Наши компании готовы предложить свои научно-технологические и производственные разработки, поделиться успешным опытом модернизации энергетического транспорта и коммуникационного секторов, создание сельскохозяйственных производств полного цикла под ключ. Наши вузы могут принимать абитуриентов для обучения по различным востребованным направлениям, включая подготовку по специальностям в сфере промышленности, сельского хозяйства и здравоохранения. Уважаемые господа послы, традиционно несколько слов о том, как мы видим развитие отношений с каждым из государств, которое вы представляете. Азербайджан был и остается нашим стратегическим партнером, братским государством, которое последовательно и бескористно поддерживает Беларусь. Наша страна и я лично искренне благодарны всему азербайджанскому народу и моему другу президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за доверие и надежность. С Арменией нас связывают традиционно дружеские отношения, совместная история, тесные межличностные контакты. Наши страны активно взаимодействуют в рамках интеграционных структур, в большинстве слушаю, выступая с единых позиций. Пока значительный потенциал двустороннего сотрудничества не реализован в полной мере, но Беларусь открыта для предложений по дальнейшему развитию прочных отношений с Арменией во всех сферах. Складывающаяся международная ситуация повышает для Беларуси значение сотрудничества со странами так называемой дальней дуги. Мы высоко ценим основанное на дружбе, доверии, взаимопонимании и отношения с Индией. Минск и Нью-Дели – важнейшие партнеры. И потенциал двустороннего взаимодействия безграничен. Особо хочу подчеркнуть стремение Беларуси выстраивать конструктивные отношения со всеми странами-членами Ассоциаций государств Юго-Восточной Азии. Убежден, дополнительные возможности для дальнейшего развития белорусско-индонезийских и белорусско-малайзийских связей предоставят укрепление сотрудничества по линии ЕС-ОСИАН. Республика Индонезия – наш ключевой партнер в этой ассоциации. Наши граждане, представители бизнеса, научных кругов, знают Индонезию не только как туристическую жемчужину, но и как страну с динамично развивающейся экономикой, высоким человеческим и научным потенциалом. За последнее десятилетие Малайзия сделала огромный рывок в своем развитии. Мы очень заинтересованы в изучении опыта трансформации вашего государства. В Монголии Беларусь видит надежного и перспективного партнера. С удовлетворением отмечаю дальнейшее развитие практического взаимодействия между нашими странами в различных областях. Мы заинтересованы в продолжении реализации совместных проектов. Последнее время наши государства много достигли, но я знаю, у нас есть еще дополнительные возможности для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, в том числе машиностроительной отрасли. Беларусь проявляет интерес к взаимодействию с Ливанской республикой. У наших стран имеется существенный потенциал в различных сферах. Рассматриваем Тунис в качестве перспективного партнера в Северной Африке и заинтересованы в активизации всесторонних отношений. Нам следует активнее искать направление, которое позволит укрепить наше взаимодействие. В первую очередь это касается сфер туризма, здравоохранения. Беларусь готова и далее продвигать сотрудничество с Южноафриканской республикой по праву имеющей репутацию политического и экономического лидера среди южных государств континента. Мы можем предложить ЮАР современные комплексные решения в сфере механизации сельского хозяйства, актуальные научные разработки, трансфер технологий и знаний, а также образовательные услуги. Дорогие друзья, уверен, в самом скором времени вы убедитесь в том, что мы готовы к активному сотрудничеству во всех сферах взаимного интереса. Ожидаем от вас объективного взгляда на события, нацеленности на укрепление двусторонних отношений, инициативных действий в реализации новых проектов. Я хочу поздравить вас с началом дипломатической миссии в Беларуси. Абсолютно убежден, что ваши профессионализм, целеустремленность придадут импульс взаимоотношения между нашими странами. Искренне желаю вам успехов в ответственной дипломатической деятельности на благо наших народов. Благодарю вас за внимание. Я все-таки надеюсь, что вы, как люди опытные, объективным взглядом оцените ситуацию в Беларуси. Я абсолютно убежден, что вы увидите в нашей стране и в Минске тихую, спокойную, мирную Беларусь. Я буду рад, если, увидев это, вы сравнитесь с тем, что вы читали и видели в интернете. Приятно удивитесь, что Беларусь совсем другая, нежели ее пытаются отдельные страны и люди представить в этой глобальной системе. Словом, успехов вам и благополучной деятельности! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!